Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заместитель главы городского округа Люберцы Наталья Николаевна Романцова. И говорить мы будем сегодня о благоустройстве нашего городского округа, потому что, я так понимаю, это ваша основная стезя, где вы, как заместитель, внимательно следите за всем, что благоустраивает наш городской округ. Здравствуйте! Во-первых, благодарю, что пригласили. Действительно, это моя непосредственная обязанность и моя работа. И то, что мне очень нравится в этой жизни делать, это благоустройство городских территорий. И я так понимаю, что, ну, вот мы с главой когда говорили, 400 лет, понятно, что к этому событию все готовились, отмечали то, что происходил год такой особенный был. И все переживали по поводу того, что вот закончится 400-летие, ну и как бы потихонечку будем жить. Но мы же видим, как серьезно, например, парковым вопросом занимаются в городском округе. У меня такое ощущение, так никто в Московской области парками не занимается. У нас уже и лесная опушка, да, и наташинские пруды. Вот я так понимаю, что паркам уделяется особое внимание. Так ли это и почему? Ну, действительно, это так. Ну, во-первых, это большая государственная программа, да, это формирование комфортной городской среды. В их числе это как раз создание тех самых парков в лесу или лесопарковых территорий. Соответственно, и сделано действительно уже очень много, но планов у нас, пожалуй, я бы сказала, еще больше. Да, громадье. Конечно, очень хочется отметить особенно лесную опушку, открывшуюся в прошлом году. Это же как-то уникальный проект. Он действительно уникальный проект. Во-первых, по своему размаху, по своей площади. Да, это 115 гектар. Это действительно огромная, колоссальная территория. Не побоялись? Ведь это для городского округа все-таки такой огромный участок работы. Не побоялись, исправились. Я думаю, жители, которые приходили на открытие нашей лесопарковой зоны, лесная опушка, смогли оценить. И, в общем, достаточно высокую оценку дали. А жителей-то пришло более 8 тысяч человек. Да, поэтому, в общем, это такое массовое место, массовое посещение. Даже сейчас, зимой, мы видим, как этот парк востребован. Благо, снега много, да? Да, и снега много. Там великолепная совершенно возможность кататься на лыжах, прогуливаться. Есть места для развлечения детей. Да, для прогулок с собаками. Есть зоны тихого отдыха для наших пожилых жителей. Поэтому создать такую комфортную среду, при этом сохранив и не нарушив ту самую лесную гармонию, это была особой задачкой. Но если обратили внимание, то вообще концепция этого парка, она как раз и выполнена в том самом лесном стиле. Это преимущественно дерево. Это формы, перекликающиеся с лесными историями. Это навигация по нахождению птиц. Постарались максимально продумать, чтобы экологическую тематику максимально вписать в проект благоустройства. То есть, если раньше было ощущение, что городской округ Люберцы, это под Москвой, прямо под брючье такое, и здесь все уставшие приезжают, падают в кровать, чтобы утром, выпив чашечку чая, быстро опять ехать в Москву. И в Москве-то там иногда и в воскресенье, и в субботу уезжали отдыхать, в какой-нибудь парк и так далее. То сегодня лес, такое ощущение, что лес взяли и подвинули к городскому округу. И ты можешь переместиться на какое-то время из городской среды в абсолютно лесную, как в сказке. Выйди из дома, оказавшись в лесной сказке. А как это стало возможно? Ведь это проект и психологический, и экономический, и, как вы сказали, государственный. Ну, вообще, в принципе, это такой глобальный проект, по сути, в том числе Московской области. Создание как раз в лесах, вот тех самых лесопарковых зон. И вот эта колоссальная работа, которая была проведена как раз правительством Московской области, Андрею Юрьевичем Воробьёвым, бесспорно, конечно, нацелена была на взаимодействие с комитетом лесного хозяйства. Ну, потому что мы прекрасно понимаем, что такое лес, какие требования к лесу, к содержанию леса. И объединить в себе все вот эти требования, возможности размещения каких-то благоустроительных мероприятий на территории лесного фонда, задачка достаточно непростая. Но, тем не менее, удалось найти как раз ту самую грань и середину непозволительно. Мы не можем себе позволить использовать те материалы, например, которые мы можем использовать в городской среде. То есть город-город, лес-лес. Совершенно верно. Гранитный отсев для комфортности перемещения по дорожкам, лыжня опять же. В городской среде не очень комфортно людям, я предполагаю, выходя в субботу пробежаться на лыжах. Все-таки хочется это делать. Совершенно верно. Среди деревьев, среди приятного белого снега. И вот как раз тот самый компромисс, который был найден, позволил реализовать, на мой взгляд, очень глобальные проекты. Таких лесов, таких лесопарковых зон в Подмосковье становится с каждым годом больше и больше. Мы хотим еще коснуться темы Наташинские пруды и парк в Марусине. Почему? Потому что, опять же, такая глобальная история. Я думаю, что до того, как началась работа и разработка вообще этого паркового, назовем, проекта, многие даже, наверное, живя в городском округе Люберцы и не знали, что где-то там недалеко есть маленький парк, где-то большой парк, где-то там городской, где-то не городской. Но сама система расширения вот этого паркового отдыха, она достойна внимания. И что вы расскажете о Наташинских прудах? Потому что по этому вопросу и к депутатам обращались в свое время, я помню, жители с наказами. Что там делается? Вы знаете, Наташинский парк я бы не назвала местом неизвестным. Более того, он входит в тройку самых посещаемых парков Подмосковья. В силу того, что я и сама Люберецкая, и живу я недалеко от Наташинского парка, для меня это, в принципе, место особо дорогое. Но не все, к сожалению, удалось сделать в прошлом году. Получилось, что действительно, в общем, для жителей, для наших, особенно северной стороны, это не секрет. Нам пришлось расторгнуть контракт в одностороннем порядке с недобросовестным подрядчиком, ввиду чего эти работы мы перенесли на этот год. Поэтому в этом году у нас получается работа еще колоссальнее, чем была запланирована на прошлый год. И двойной контроль. И двойной контроль, да. Торговые процедуры, собственно, мы все провели, поэтому мы вот с апреля уже, в принципе, как только сойдет снег, и мы сможем приступить к работам, безусловно, мы придем и на переделку того, что было сделано, к сожалению, некачественно, и уже, соответственно, на тот этап, который и изначально был запланирован на 2024 год. То есть у нас масштабная работа на всей практически территории парка и Наташинских прудов. Сразу очень хочу, жители, отнестись к этому с пониманием, потому что, в общем, это действительно будет дискомфортно для прогулок. Нам многие территории и зоны придется перекрывать, но потом это, по сути, строительная площадка будет. Но все, что мы наметили, мы в любом случае реализуем. Это и лодочная станция, и входные группы, и те же беговые велодорожки. Вот абсолютно, да, пешеходные какие-то коммуникации. Все, что было у нас запланировано, мы в этом году реализуем. То есть нужно немножко будет потерпеть. В том числе, я так понимаю, и вам, коли вы там рядом живете. Самый неприятный момент для жителей, конечно, это лето. Это пора, когда хочется гулять, особенно в хорошую погоду. Мы знаем, что на Наташинских прудах очень многие любят, в том числе, и загорать. А это как раз период благоустройства. Поэтому, да, к сожалению, вот этот летний период в этом году нужно потерпеть. Ну, вот лесная пушка, там, туда загорать, ехать. Ну, в том числе, хотя, конечно, для северной стороны Леберец, наверное, это не самый близкий маршрут. Но, да, как вариант. Ну, к сожалению, нужно потерпеть. Мы помним, что, например, в Москве, я помню, когда целые районы вдруг нагоняли огромное количество техники, и просто невозможно было пройти. Делали одновременно все. Поэтому я думаю, что сейчас все-таки мы делаем быстрее. Ведь, я так понимаю, те планы, которые были там в ранее, в постсоветские времена, и сегодня это небо и земля. То есть все равно гораздо быстрее это все будет делаться, я так понимаю. Ну, в любом случае, конечно, я не буду сравнивать там с постсоветскими временами. Делается это действительно оперативно, но это с точки зрения благостроителей делается оперативно. С точки зрения, конечно, жителей, да, иногда хочется, чтобы это было еще быстрее. Чтобы было еще быстрее. Да, но, конечно, там ничто не стоит на месте, и технологии, и материалы, да, все уже давным-давно шагнуло вперед. Но так или иначе, все равно есть технология производства работ, которую мы обязаны соблюдать и не можем не соблюдать, естественно, потому что мы это делаем, собственно, да, не для галочки, а все-таки для того, чтобы это жило и радовало, да, наших люберчан. Поэтому все равно период благоустройства это с апреля по октябрь. Ну, я так понимаю, что в связи вот с той неприятной историей, о которой глава рассказывал в прямом эфире у нас по поводу смены, скажем так, подрядчика, ну, в общем, всех этих неприятных моментов, двойной контроль теперь будет за всем тем, что будет происходить. Однозначно. То есть так уже просто не пройдет эта история, и жители получат, в общем, что-то идеальное. Ну, она, во-первых, и в прошлый раз так просто не прошла, да, потому что организация, собственно, которая выполняла эти работы, да, она не получила никакой оплаты собственных работ. Это одно из самого важного, да, во-первых. Во-вторых, решением антипанопольной службы была включена в реестр недобросовестных поставщиков, что, пожалуй, наверное, тоже бьет, да, по репутации. И понятно, наверное, что там каждый к этому может относиться по-разному, но так или иначе, в любом случае, да, весь контроль, он будет ужесточен, и в том числе с привлечением дополнительного строительного, да, технического контроля, да, и авторского контроля. Нет, такого больше, конечно, мы не позволим. Ну, и я уверен, что и жители, конечно, в этом сыграли тоже большую роль. Сейчас они будут тоже внимательно следить, и наверняка, если что, будут вам сигнализировать, тут же сразу будет быстрая реакция, по крайней мере, мы это тоже обсуждали здесь с самыми разными представителями администрации депутатского корпуса. Сейчас предлагаю сделать небольшую нам паузу. Вот, из парка, мы, правда, еще об одном парке поговорим, в Марусине мы еще не коснулись этого. Ну, и потом вообще поговорим о благоустройстве городского округа Люберца, потому что кроме парка, везде еще же и у нас и улицы, и все остальное. У нас в гостях Наталья Николаевна Романцова, заместитель главы городского округа Люберца. Продолжение через несколько минут. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, а в гостях у нас Наталья Николаевна Романцова, заместитель главы городского округа Люберца. Говорили мы о лесной опушке, о парке Наташинские пруды, о том, что все это будет делаться и делается, и что-то уже сделано. Но еще мы не коснулись парка в Марусине, как обещал. Что же там происходит с этим замечательным парком? Это действительно замечательный парк. Решение было принято Владимиром Михайловичем Волковым, нашим главой городского округа, исключительно по многочисленным обращениям жителей Марусина. И территория эта очень располагает для создания той самой комфортной зоны. Недалеко протекает река, рядом и многоквартирные дома, и СНТ, и частный сектор. И потребность в этом парке действительно большая. Жители регулярно обращались. Мы начали эту работу в прошлом году. К сожалению, ввиду определенных вопросов финансирования, смогли приступить к этому только в конце лета, начале осени. Погода немножечко нам не позволила выполнить больше работ, чем было запланировано. Поэтому в этом году мы обещали жителям, я сама с жителями встречалась, и неоднократно обещала жителям, что в этом году мы вернемся на благоустройство этой территории. Зеленая зона с определенными «но», в виде того, что это низина. И, в общем, конечно, есть определенные такие проблемы в виде подтоплений. Но, тем не менее, мы просчитали, продумали, проговорили с проектировщиками. Практически уверены, что нам все удастся. Это и зона для детей хорошая, большая территория. Это и большая спортивная площадка, это и прогулочные площадки, велодорожка. Были мысли сделать зону пикниковую, но, услышав жителей близлежащих домов, есть определенные опасения, в том числе и за определенные категории наших граждан. Пенталитет у нас есть. Понимаем, о чем мы говорим. Поэтому вот этот вопрос у нас на паузе. И, скорее, наверное, нет, дабы все-таки нам как-то не провоцировать. А сделать это действительно комфортную зону для мам с детишками. В конце концов, это городской округ. Да, для пожилых людей. Для шашлыков. Совершенно верно. Поэтому нет, в планах это есть. В реализации это на этот год. Жителям обещали, обязательно туда придем, как только нам позволит погода. Там чуть-чуть нужно подольше подождать, ввиду особенностей почвогрунта. Нужно, чтобы вода ушла. В этом же году у нас очень много снега. И обещают, что это у нас будет рекордный год. Этот период по количеству снега надо будет дождаться, пока все это сойдет. Да, в данном случае нам придется дождаться полного ухода снега и воды. Вот интересный вопрос у меня сейчас возникает, прежде чем мы перейдем к дальнейшим направлениям. Вот вы затронули тему шашлыков, ну или вот такого не совсем правильного поведения в парках. Вот это как-то рассматривается, и же система паркового хозяйства, были руководители здесь у нас тоже, контроль. Потому что отдых всегда найдутся, к сожалению, люди, которые попытаются его испортить. Вот насколько сегодня стоит в планах контролировать именно, чтобы костры там не разводились, чтобы не жарили те же шашлыки, или там устраивали какой-нибудь нездоровый, неправильный отдых. Это как-то контролируется? Этот вопрос стоит остро и поднимается жителями точно так же регулярно. Это контролируется. Но, конечно, скажем так, не в том объеме физически возможно на данный момент это сделать, как хотелось бы, конечно, нашему населению, да, по сути, нам бы тоже этого очень хотелось. В парках, именно в парках есть охрана, охрана бесспорно, конечно, ходит и гоняет, но очень, ну вот возьмем Наташинский парк, там в хорошую погоду, в летний период, ну, пожалуй, наверное, в задней особенно части сложно найти вообще свободное место, да, из отдыхающих там практически, да, заполнен весь парк. Поэтому тут вот есть, да, некие такие сложности и проблемы. Безусловно, охрана, конечно, будет усиливать собственный контроль, привлекаться будут после благоустройства, мы это проговаривали, тоже будут привлекаться дополнительные силы на охрану этих лесопарковых зон, плюс включение, соответственно, подключение нашей полиции для того, чтобы патрули все-таки проводились немного чаще. И камеры безопасный регион, да, они все больше и больше входят в нашу жизнь не только как некий инструмент, который смотрит, но и как фиксатор именно правонарушений. И как только люди начнут понимать, что за ними следит еще вот тот самый виртуальный глаз, да, и то тогда, я думаю, что в любом случае этика поведения, в том числе и на природе, будет, конечно, у нас повышаться. Ну, из природы, да, возвращаемся из леса, возвращаемся уже в город, поближе к городским улицам, кварталам, сквер, да, есть такое понятие площадь, там, проспект и так далее. Ну, понятно, что дорогами занимаются у нас специальные службы, а вот я знаю, что, опять же, просьба жителей и создание сквера на школьной улице в Октябрьском. То есть, казалось бы, любопытно, когда сами жители просят, да, чтобы был сквер. Вот насколько это сейчас в работе, и будет ли такой сквер по просьбе жителей? Такой сквер будет, однозначно. Решение принято. Решение принято, да. Действительно, встречались с жителями, с разными группами жителей. Звучало в том числе предложение, это еще по лету, наверное, когда мы разговаривали, о создании в этом месте сквера влюбленных. Соответственно, интересная очень территория, действительно интересная, несмотря на то, что она, по сути, в центре поселка, при выходе из школы, из объекта образования, ведет этот сквер, соответственно, территория, которая есть сейчас, да, по сути, можно так сказать, к стадиону Балятина, и расположена между двух жилых домов. Но вот как раз поговорив с жителями, запрос действительно был достаточно давно, этому первому обращению, наверное, уже больше лет трех, когда жители, ну, понятно, поселка Октябрьский обратились вообще с просьбой рассмотреть такую возможность. Спасибо Московской области, в том числе, за включение нас в государственную программу, и уже на этот год, несмотря на то, что изначально, в принципе, рассматривался 25-й. И с ноября прошлого года мы достаточно активно занимаемся проектированием этого сквера. В январе мы уже встречались с жителями, представляли концепцию, которую нам удалось разработать. Постарались, невозможно, да, учесть пожелания всех жителей, да, потому что, ну, кому-то нужна только тихая зона, да, там, мамам с детьми, конечно, нужно, чтобы было больше детства. Но мы постарались максимально учесть и сочетать в этом сквере, да, все, что хотелось бы жителям, по сути, близлежащих домов, потому что это все-таки сквер миш дворовый. Такой совсем уже дворовый, да. Да, он небольшой, это всего лишь 0,5 гектара. При этом предусмотреть, что детишки выходят из школы на эту территорию, спортсмены выходят из стадиона, да, будут выходить на эту территорию. И плюс жилые дома. Учли пожелания создания сквера влюбленных. В общем, проработав и продумав... Лавочка будет специальная какая-то. Все предложения, которые были, мы учли, постарались учесть, соответственно, вот все по максимуму. Поэтому сквер у нас задуман как любви и примирения. Все-таки, наверное, не влюбленных, да, ЗАГСа рядом нет, наверное, прям совсем влюбленных. Вот когда появится там ЗАГС рядом? Да. Вынуждена, да, еще в один. Но год семьи, кстати, да. Совершенно верно, я к этому и веду. А ввиду того, что у нас впереди как раз год семьи, у нас получается объединение всего. Это у нас сквер любви и примирения. У нас детский объект, для которого мы предусматриваем очень хорошую, очень интересную, да, нестандартную игровую площадку. Мы не можем забыть о подростках, потому что, встречаясь с жителями, как раз большинство говорили о том, что детишкам маленького возраста как раз ездит поиграть во дворах в прекрасные площадки. К трудному возрасту сложнее. Да, те, кто после 13-12, которым хочется активности какой-то, им нужно дать такую возможность. Поэтому мы как раз предусмотрели спортивную, ну скажем так, развивающую зону, где можно полазить, попрыгать на батуте, поиграть в настольный теннис. Но при этом с некими вот теми элементами, которые присущи, да, то и любви и примирению. Это красные цвета преимущественно, даже краснолистные растения. То есть даже это вы продумали? Психологический подход, о чем я говорила. Да, я убеждена, получится очень красиво. Но этот сквер не единственный, который мы запланировали на этот год. Вот у нас будет еще один сквер, такой же сквер, приблизительно такого же размера. Мы проектируем в Красково, около 56-й гимназии. Великолепная совершенно территория, освобожденная от автомобилей, от проезжающей техники. Непосредственно перед выходом из гимназии у детишек будет возможность, соответственно, выбегая играть и развлекаться, а у родителей очень комфортно их встречать. Ожидать, да. Да, в том числе продумали, предусмотрели и зону зеленую для все-таки людей постарше, которым хочется отдохнуть, в тишине посидеть, почитать книжку. Поэтому вот два таких достаточно интересных, пусть и небольших, объекта на реализацию в 24-м году. Мал золотник, да, дорог? Да. А какие-то госты на эти скверы существуют? Ну, я слово госты здесь употребляю. Или все-таки это и полет фантазии, но в то же время и учтены все, потому что дети, да, все, так сказать, вопросы необходимые? Ну, в любом случае мы учитываем все запросы, которые есть от жителей. Во-вторых, есть стандарт, утвержденный Министерством благоустройства Московской области, которого в любом случае, конечно же, мы придерживаемся. Если мы говорим о каких-то игровых комплексах или о спортивном снаряжении, то бесспорно это их паспорта, это зоны безопасности, безусловно. Все как положено. Конечно. А потом в любом случае после проектирования, да, у нас есть такой же экспертный совет, у нас есть прохождение экспертизы. Поэтому в этом процессе участвует очень много различных структур, которые контролируют, да, на соответствие. МЦД, все дальше и дальше, да, скоро МЦД будет, наверное, по всей стране. И МЦД, Московский центральный диаметр, как известно, в Любельцах, это особая тоже история. Я так понимаю, что здесь какое-то уже совместное, да, благоустройство. С одной стороны, МЦД, то есть российские железные дороги делают дорогу, вагоны там и так далее, а что делаем мы? Я бы вообще шире прям смотрела на этот проект, потому что это не только российские железные дороги, это вообще еще и совместный проект между Москвой и Московской областью, потому что какие-то, да, станции МЦД пересекаются с Подмосковьем, где-то нас это связывает транспортная инфраструктура. Поэтому это такой глобальный действительно проект, и задача этого проекта была еще создать вот те самые комфортные условия при подходе к станциям, да, железнодорожным. Не все, конечно, совсем просто при учете, что у земель там бывают разные пользователи, собственники и так далее, но все, что касается городских территорий, которые были запланированы на прошлый год, это все реализовано. Есть, ну, на мой взгляд, просто совершенно замечательные проекты, такие как, например, станция Панки, да, с великолепной теперь площадью, да, перед входом на станцию, созданием очень комфортного сквера, да, где даже собачки теперь могут гулять, да, ровным счетом такая же территория у нас есть на станции Ухтомская с благоустроенным, очень красивым Ухтомским прудом, который требовал этого благоустройства. Благоустройства требовал и подлива воды, собственно, и благоустройства вокруг, где, по сути, тоже учтено все, да, и тихий отдых, и активный отдых, и тут же заход, да, на станцию железной дороги. Малаховка, Красково, Тамилина, благоустроенный памятник Пушкину, зона вокруг памятника Пушкина. То есть преображение идет, я понимаю, что это очень сложная работа, что тут, как говорится, можно придумать чего, много чего, да, и все это будет в рамках, да, установленных правил, но очень приятно, что вы прежде всего интересуетесь мнением жителей, а оно, понятно, тоже очень разнообразно, поэтому найти вот эту золотую сбалансированную середину, чтобы это было всем интересно, всем удобно, и все выдохнули, сказали, вот не было у нас раньше, тут непонятно, кто ходил, а теперь здесь и фонари, и дорожки, и так далее. Это, может, иногда маленький, как вы говорите, сквер, но он дорогого действительно стоит. Мы хотим пожелать вам вашей сложной работе, потому что я даже не представляю себе, это же всякие подрядчики-строители, у которых свои там какие-то тараканы, что называется, успехов. Я так понял, что работы очень много, и мы ждем вас к нам в гости через какое-то время, посмотрим. Вот тем более, что вы прямо по-президентски заявили, вот будут начаты работы, будет сделано, значит, придется вновь вернуться к этому разговору и посмотреть, что там получится. Спасибо вам большое, вам удачи, всем вашим людям, всем вашим коллегам, которые делают нашу жизнь, ну, скажем так, здоровее, интереснее и в плане отдыха, потому что отдых – это залог хорошей работы. Спасибо большое. Благодарю вас за открытый диалог. Надеюсь, да, что встретимся еще и продолжим. Напомню, что у нас в гостях была Наталья Николаевна Романцова, заместитель главы городского округа Люберцы. Говорили мы о благоустройстве городского округа. Заметьте, оно не останавливается ни на минуту. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова